Денди! 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 Играют все! Привет! Снова с вами я, Кристина, а это значит снова с вами Денди. И программа Играют все! Смертельные поединки, гигантские чудовища, космические полеты, поиски сокровищ, спасения красавиц, таинственные подземелья и загадки морских глубин. Добро пожаловать с нами в мир новой реальности, в мир компьютерных игр! Не успела я отойти от ваших поздравлений с 8 марта, за которые я вам очень благодарна, как на меня обрушился целый шквал писем и телеграмм. Целый шквал, целый шквал писем и телеграмм. Я же вам сказала, что целый шквал писем и телеграмм. Сегодня в нашей программе Ликбез я достаю из широких штанин гарантийный талон на приставку. Шпиль-клуб, что наша жизнь, игра, глаз народа, слегка охрипший от крика радости, потому что и сегодня, как всегда, вас ожидает раздача слонов. Не знаю, как вам, но мне лично нравится группа технология. Особенно песня. Нажми на кнопку, получишь результат. И поэтому я каждый день снова и снова нажимаю всякие разные кнопки. А результат? Вот он! Золотая секира. Легендарная игра. Игра, которая существует во многих модификациях и не теряет своих поклонников. Вас зовут Экс. Вы освободились от дьявольского проклятия. Ваша задача уничтожить принца тьмы и вернуться с золотой секирой. Необычайная сила и невероятное владение оружием. Вот что поможет вам. Иногда Экс становится похожим на настоящего мясника. И это понятно. Ведь злобные враги не дают вам прохода, и каждый из них готов остановить вас любой ценой. Зазевайтесь вмиг от Дубафи. Такая вот невероятная прогулочка в стиле варваров ожидает вас в этой игре. Что ж, наверное, скучно все время развлекаться с веселыми героями. Когда-то надо становиться настоящими мужчинами и настоящими воинами. А это значит начинать играть в золотую секиру. Капитан Америка В этой игре вас ждет встреча с популярным героем комиксов Капитаном Америка. Если вы будете играть вдвоем, вам поможет Ястреб. Чтобы освободить друзей, попавших в плен, вы отправитесь в путешествие по США. Реальная возможность для вас побывать в Соединенных Штатах. Стартуйте в Майами и вперед по карте. Чем дальше в лес, тем больше дров, а вернее противников. Чтобы покруче всыпать им, у вас есть щит и бумеран. В игре очень много неприятностей и очень много хитростей. Играя, вы сами сможете их обнаружить. В отличие от Капитана, Ястреб вооружен луком и может вести огонь во всех направлениях. Если вы играете один, вам выбирать, кого сделать национальным героем. Предупреждаю, чем дальше вы продвинетесь по карте, тем больше врагов вы встретите. А самый главный враг с грозным именем Мандарин ожидает вашего визита в партии. И все-таки главное удовольствие этой игры – открыть все тайны в комбинациях кнопок. Удачи вам! Игровые приставки в Киеве можно приобрести по адресам. Бульвар Перова, 36, кинотеатр Аврора, улица Красноармейская, 54, магазин «Сказка», Дарница, универмаг «Детский мир», второй этаж. Мэйзи, играя в снег! Прежде чем представить игры на 16 бит, я хочу ответить Сереже из Киева, который спрашивает меня. Кристина, а что за бумажку показала тебе и барыги продавщица в магазине? Кстати, моего спутника зовут Толик. А показала нам в магазине продавщицу непростую бумажку. А показала она гарантийный талон, который выдают при покупке приставок. В общем, тут надо заполнять имя, фамилия, отчество. В общем, короче, когда будешь покупать приставку, тебе его дадут и все расскажут. А сейчас в ликбезе 16-битной игры. Питфол. Снова добро пожаловать в джунгли. Питфол Гарри в плену у духа воина Закелуа, властелина зла. Вооруженный только надежным кнутом и журналом своего отца, Питфол Гарри-младший отправляется в неизвестное путешествие. Пока не поздно, надо спасти отца. Сокровища страны Майя хорошо охранялись духами прошлого. Удастся ли парню преодолеть все трудности на пути? В начале у вас в руках только несколько камней для вашей прыщи. Но не поленитесь, и вы найдете еще. Отыщите и идолов Майя. Они обозначают путь, как говорят шпилить, делают запись. А вот найдя золотого идола, вы получите шанс на вторую попытку в вашем путешествии. Найденные песочные часы заморозит время для всех, кроме вас. Перец даст нечеловеческую силу, а сердце поможет восстановить здоровье, подорванное шатаниями по джунглям. Здоровье очень пригодится, ведь впереди встреча со скелетами и призраками, ястребами и ягуарами. И, как всегда, отличная графика и великолепный звук. Супер-Нинтендо. Настоящее японское качество. Технология, не имеющая аналога. Супер-эграр, который хрипом и линзией. Гуть хозяином новой реальности. Уже сегодня мы должны дойти по всей стране совершать игровую систему. Супер-Нинтендо. Прежде чем открыть очередное заседание, извините, очередное залегание шпиль-клуба, я хочу обратиться ко всем взрослым. Дорогие мои, послушайте. Играя, мы учимся. А чему научилась я? Смотрите. Робокоп-2 История робота-полицейского хорошо известна вам. Настоящий коп всегда герой. А если он еще и не знает усталости в борьбе с врагами, это здорово. Цель прорваться любой ценой к лаборатории по производству наркотиков, уничтожая бутыли с Ньюком. Мощь робокопа усиливает найденные по дороге кувшины. Если робокоп-2 проходит этап, его ожидает кровавый бонус. Упражнение в стрельбе по живым мишеням. Своеобразная квалификация. Наркоманы и наркоманки появляются из окон домов. Тут уж не зевайте. При попаданиях вы снижаете штрафные очки. А чтобы увеличить резерв времени и запас патронов, нужно попадать в падающие обоймы и часы. Главное не попасть в девиц легкого поведения. Это увеличивает число штрафных очков. И, наконец, если задание в борьбе выполняется успешно, вы сможете занести свое имя в таблицу лучших результатов. Чуть не забыла. Кроме боезапаса, робокоп находит еще и защитные средства, которые делают его на время неуязвимым. Кроме боезапаса, робокоп находит еще и защитные средства, которые делают его на время неуязвимым. Кроме боезапаса, робокоп находит еще и защитных средств. Hero. Формула 0 это то, о чем мечтает каждый гонщик. Лично я стараюсь обходиться лишь двумя кнопками B и A. Ведь B это газ, а A турбонадув. Повороты естественно джойстик. А вот верные клавиши помогают стабильнее удерживать машину на повороте. Когда будете выбирать машину, начните с голубого яслиба. Скорость 457 км в час. Машина мощная и достаточно устойчивая. Конечно, свои преимущества есть и у Золотого Лиса, Дикого Гуся и Огненного Луча, но именно ястреб больше будет напоминать в управлении обычную машину. Гонки в лигах рыцарей, королев и королей дело непростое. И потому советую начать с практики. Вашими пилотами будут капитан Фалькоп, доктор Стюарт, Пика и самурай со странным именем Горох. В каждой лиге 7 своеобразных и очень трудных трасс. Маленький совет по поводу трассы в немом городе. Не прыгайте с люка по примеру других машин, это снижает скорость. Кроме того, не советую таранить машины, идущие впереди. А вот те, которые вы уже обогнали на круг, пожалуйста. И последнее. Если вас преследуют, чтобы не дать обойти повороты, вы проходите по малому радиусу. Счастливого пути! Я снова хочу обратиться к Сереже. Сережа, на разные приставки разный гарантийный срок. Кстати, почему бы не спросить об этом у вас, друзья? Итак, первый вопрос. Какой гарантийный срок приставок Dendy Classic и Dendy Junior? Ответить на этот вопрос очень легко. Стоит только обратиться... Денди Денди Новая реальность Игровые приставки в Киви можно приближать. Неожиданные изменения в погоде загнали вас, да и меня снова за приставку. Мы вспомнили наши любимые игры. Впрочем, о них вы не забывали никогда. Об этом свидетельствуют и стихи, которые вы нам прислали. Их было много. Но самый классный прислал Смышляев Евгений из Черкассы. Стих такой. Как-то рано поутру картридж ставил я в игру. И давай, давай играть, чтобы в школу опоздать. Появился на экране скрут шмакдак в шикарной паре. По болотам и горам ищет золото он сам. Джокер с Бэтменом подрался. У спортсмена трюк удался. Гонки выиграла мышь. Клёво ты играл, малыш. Действительно классный стих. И за это ты получаешь вот этот картридж. Глаз народа не молчит. Глаз народа говорит. Для девчонок и ребят наш народный хит-парад. На пятом месте в народном хит-параде Нинтендо Басте Баст Луз. Очередная развлекалка из серии Тенитун. На четвертом месте Патруль Призраков и его герои Зики и Джулия. Питфул вытеснил из хит-парада страну Данки Конга и идет третий. С невероятной скоростью на второе место ворвалась крупнейшая гонка F-Zero. И наконец супер хитовая, супер обалденная игра Супер Метроид. До того, как появилась Нинсу. Супер Метроид. Только для Супер Нинтендо. Я знаю, что вы ждете не дождетесь, когда же я задам еще два вопроса. Терпение. Вот они. Почему игра в футбол называется на всех картриджах словом сокер? И последний на сегодня вопрос. В играх про боевые самолеты встречаются названия F-15, F-117 и так далее. А что означает буква F? Смертельные поединки, гигантские чудовища, космические полеты, поиски сокровищ, спасение красавиц, таинственные подземелья и загадки морских глубин. Добро пожаловать с нами в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Многие, кто нам пишет, интересуются нелегкой и непростой судьбой юношей бизнесмена. В предыдущей серии добрая девушка Кристина пыталась обидеть. А ты понял, какие приказывки классные? Я видел, конечно, я понял. Какие надо продавать и прикупать. Да, я понял. Ну и выводы, какие ты сделаешь? Да, выводы самые такие, что у меня есть, интересные. Ну и какие? Что ты собираешься сделать? Сейчас посмотрю, что я собираюсь сделать. Боже молодец! Ну теперь я вижу, что ты всё поняла. Да. Ну мне пора. Так что пока. Пока? Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты смотришь нашу передачу? Потерпи немного, ведь мне осталось определить победителя по прошлым вопросам. А победителем стал... Сейчас я выберу, кто... Я закрыла глаза, как всегда, и выберу. Победителем стал... Амельченко Павел из Киева. Мы поздравляем тебя, Паша, и дарим тебе вот этот классный картридж. Кстати, правильные ответы такие. Самый известный памятник русалочки находится в городе Копенгаген. Режиссер фильма «Парк юрского периода» Спилберг. А чемпионат мира по футболу, последний чемпионат мира по футболу, прошел в США. Ну вот и все. Но я не прощаюсь с вами, ведь, как сказал великий ученый, мир Дэнди бесконечен, как сама Вселенная.